Мы в пригороде Вены, Австрия. Сейчас мы будем заезжать туда, ночевали здесь в Розенберге. И вот как кенеры обслуживают здесь. Вот что-то на него упало и поднялся. Это столики. Я даже подошел, посмотрел, материя-то какая. Карп Осипович Лыков подошел-то. Портки сшить, сноса бы, говорит, не было, когда палатки пощупал. Видимо, это раскидывает, закрывает, когда солнце. Ну, зона, значит, солнце. Пошли. Нет, 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 ребята обслуживают. Женщин что-то я вообще не вижу на обслуживании. В магазине везде стоят на рекламе женщины, а тут, а тут, значит, мужчины. Ну, почему так ему положено? Это что-то у них как пепельница или что, да? Что он ставит-то? Да, возможно. Это на ночь он убирает, а днем выходит он ставит. Пошли. Ну, пусть курящие и курящие уже тут разницы нет, потому что на улице ветер будет. А вон наша красавица стоит. Вот она. Машина наша. Нижняя Новгорода. Нижний Новгород. Грузопассажирская газета. Она не топает, когда среди маленьких... Они-то все ниже. Ну, где-то там. А улицы узенькие. Ну, и там где-то мы притулимся и издалека глянем. Она белая. Заплатили, помыли. Помыли? Это не просто-то так. Я как-то смеялся по теряевке. Зарезали свинью. Ну, и ножом ее скоблят там поливает. Я говорю, хоть один раз после жизни была чистая, в чистом виде. Пошли дальше. Тут много бегает зайцев. Ночью я встал. Это не ночью, а еще ложиться спать. Только затемняло. Один зайц выскочил, второй, третий. И эви, вот как они со всех сторон. Я не знаю, какие у них береги здесь будут. Ну, может быть, даже и фруктовая. Непонятно. Вот посмотри, мак растет. Я насчет мака. Вот когда едешь, ты там дал выправа из одного мака. Почему они его не уничтожают? Или это не наркотический мак, или у них наркоманам хватает зелия без мака. Коноплю нигде не рвут. Вот. Здесь вот подходят. Ясное дело, что... Тоша уже видит это. И все, как это сделано. То есть все время как-то помнится, что тут ты человек пришел и... Полицейский что-то улыбается все время, подойдешь, козыряет тебе. Я вчера в одного... Позавчера в Нюрнбинг приехали, и надо было спрашивать. А он руку-то высунул, милицовер, полиция-то. А я на руку ему навалился. Я с бумагами, мне бумаги неудобно-то. Он мне показал рукой, не надо меня касаться-то. Ну, понимаешь как-то. Мне почему-то все весело, я смотрю как. Сам себя со стороны смотрю. И везде все самолеты. Посмотришь, самолеты, но видно на разных уровнях пересекаются. Ведь там все так много самолетов-то. Это же не Вашингтон. Ну, видимо, Австрия принимает гостей. А вчера мы были в Праге. Там что-то как будто бы люди вообще не работают. У нас в России это День независимости, 12 июня. А у них что за праздник, так и не спросил. И вот толпами-толпами идут туристы, туристы, туристы. Как будто никто не работает. А во время рабочего времени мы там были. Что-то народ разный. Там и негры идут. Негры увидели у нас, тоже улыбаются. Мы из машины его фотографируем где-то. Он рукой помахал. А у нас все засветить, убрать. Как-то мы уже привыкли к тому, я опасаюсь. Дорогой как-то ехали, я один снимок сделал. Так наши ребята, что ты делаешь? Сейчас догонят. Монтировка разобьется, стекла. Вот. Сапога. Как они смотрят на нас. Которые еще по-русски говорят. Всем охота сфотографироваться. Вот как вы одеты, детская, кто-то смотрит. Поезд, трое с бородами. Ясно, что не каждый день приезжают туристы из Сибири. Алтай не знает все. Многие знают. Были там когда-то. А с Кашиного Сибирска уже понятно. А Сибирь вообще понятно. Как у Высоцкого. И повезли из Сибири в Сибирь. А вот эти бесспециальные. Смотрю. Разные, разные, разные. Сейчас смотрю. Повезли легковые машины. Везут 9 машин. Там можно даже посмотреть. Если на солнце не будет снимать. Целая группа. А там ночевали, которые ночевахи. Вон они там везут. Ну что, это уже ушло тут отсюда. Когда мы въезжали в Польшу, там насчитали 100 с лишним фур. Одна за другой стоят на границе. Их тысячи. Прямо не тысячи, а сотни тысяч, можно сказать. Я все интересуюсь. А сколько же в мире фур в движении, самолетов? Ну, нигде данных таких нет. Николай говорит, что миллионы. Ну, неужели миллионы? Не знаю. Ну, вот так. И вот эта стена. Виктор Николаевич, поверните, пожалуйста, камеру в это место. Вон коричневая стена. А там внутри, мы сейчас даже подойдем сюда. Подожди. Подойдем. Запоем. Подойдем. Это краска. Это какая-то у меня зашумелая смс-ка. Я не понимаю. Тут люди объезжают вокруг. Вот установятся. Кто где желает, начну. Никто не устанавливает. Зашли мы в Польшу в туалет. Там, не знаю, полтора что ли евро за туалет сходить. Поэтому зашли в лесок, а там не загороженное. Ну, ясное дело, по-русски. Где отправился, там, вместо с бумагой, все будет. Здесь как-то не так. Здесь все зажато. Тебе... И все равно русские, кто, я не знаю, едут, ну, набрался, ну, что где-то, прям на ходу в окно, раз, выбросил, валяются. Ну, если, конечно, полицейские застанут за таким занятием, думаю, что не поздоровятся. А вот это, я считаю, что главное, это вера. Если человек верит в Бога... О, верь, какая машинка-то стоит. Как будто оторвалась от всего-то она. А вот стоит мусорный бак и машина. Так она ничем не отличается по высоте и по длине. Совсем бахонькая. Можно ее приблизить, показать. Розенберг. Пригород города Вены, столица Австрии. Повторяю, 12-е... Вчера было, сегодня 13-е июня. 2013-го года. Вот мы из Барнаула, сегодня мы должны в Брате Славу попасть. Думаем. Дальше мы идем на Бухарест. Идем. Я на него не буду заходить. Приходим туда, подойдем. Паркуйся. Паркуйся. Ночой. Мусор свой там оставь и поезжай. Никому-то не должен ничего. Вот это вот такое ничто, видимо, дорожки. Дорожки сделаны с уклоном. Вода туда стекает. Видите, она овальная дорожка. Это тоже я такого не видал. Так, наклон. И в этом направлении наклон. Поэтому вода, лужи нигде не стоят. А что-то меньше у них дождливые верплеты. Вот показать, как у них трасса ограждена, что никуда нельзя съехать. Вот поднимайся сюда. И везде этот мак. Вот видим, вот посмотрим мак. Пожалуйста. Вот, поднимайся. Потом обведёшь вокруг. Вот берег. Это как-то, я не знаю, насыпано у них или как вот это искусственно. Не прорыто, а насыпано. И здесь все-таки бак красный растёт. Это так видно, не сбыл. Вот. А дальше идёт стена. И стена там метр четыре, может быть. Для чего она такая высокая, не знаю. А что там, ты даже не знаешь. Вот там дальше, если за город выйдешь, там только идёт сетка решетчатая. Я сегодня много ходил тут, пока наши ребята спали. Я собаку выгудил. Оказывается, сетка у них внизу более частая. И при том, что это не так у нас перед пределом, а вертикальная. И горизонтальная. И внизу горизонтальная чаще и внизу, чем вверху. Я подумал, да, действительно, внизу-то мелко изверху идёт тут. Чтоб не пропустить-то. А вверху-то, ну, Саша, достаточно, что в коровы не попал. Ну, коровы-то и мало людей идёт. Вот тут поляночка покажи, где идёт. Там наша машина. Мы подойдём с собой. Там снимай, пока. Вот видите. Вот она, трасса. И разделительные бетонные. Между ними всё эти какие-то знаки стоят. А там все в объезд. И все везде в объезд, и в объезд, где пересечения нигде нет. Ни одного пересечения с дорогой, перекрестком вообще нет. Ну, поэтому такой, вон, я говорю, скорости 120 лет, говорят, это под 140, а вот, ну, все, уже месяц. Ну, а аварий на дороге ни одного не видели, нигде. А там были там, где-то, не знаю, где-то, на Украине был, сейчас уже не вспомню. Вот, это и наша собака, привязанная. Вот, привязанная к нам. Слой, мама. Ух, дай, давай. Вот, это и наша собака, привязанная. Пошли сюда. Все, все. Я сейчас его подхмашу, Ты пока сам прокомментируешь, что дойдет. Трасса идет на Вену. Вена здесь недалеко, около 20 километров. В ту сторону. Вот, под этот мост, прямо столица Австрии. Вот, где мы были, Сигнать Тихоничем и снимали этот отель. Сигнать Тихоничем и снимали о том, А救аля Тихоничем и снимали сладко. Продолжение следует...